Здравствуйте! Как складывалась жизнь людей до потопа? Чем они не угодили Богу? Почему Бог решил уничтожить допотопный мир? И можем ли мы сегодня повторить этот сценарий? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Дедов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами продолжаем читать книгу «Бытие», а именно ту историю, которая рассказывает о допотопном мире. В той же книге «Бытие» мы читаем о том, что Господь создал людей по своему образу и подобию. У Бога был определенный замысел о человечестве, но люди согрешили, отступили от Бога. И вот история допотопного мира. Люди живут по какому-то определенному сценарию. Этот сценарий очень не нравится Богу. И Бог решает уничтожить этот мир. То есть до такой степени люди не угодили Богу, до такой степени они его, я бы сказала, разозлили. Вот хочется понять, можем ли мы повторить вдруг судьбу этого мира допотопного? Что нас вообще ожидает в будущем? Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Неужели Господь не мог проявить милость к тем людям? Хотелось бы найти ответ на эти вопросы. Конечно, Бог хочет проявлять милость, но люди сами могут отказываться. И мы здесь видим, в первой части мы говорили о том, что люди пренебрегали Духом Божиим, сопротивлялись тем увещеваниям, которые Бог через Духа Святого хотел людям дать. То, что мы повторим судьбу этого мира, это предсказано в пророчестве Иисуса Христа. Потому что как было в одни, но и так будет и в дни Сына Человеческого. То есть перед вторым пришествием Христа люди сажали, так Он сказал. Люди будут сажать, строить, жениться, выходить замуж и не думать. И когда это будет происходить, тогда придет Сын Человеческий. Поэтому мы сегодня рассмотрим, наверное, самую важную причину, почему произошло такое тотальное нравственное разложение. И я хотел бы сказать, что эта причина кроется в именах потомков со стороны Сифа и со стороны Каина. Давайте мы посмотрим имена. Они записаны у Сифа, написаны в пятой главе книги Бытие от Адама и дальше. Это те потомки, которые хранили вот это знание о Боге, о будущем Искупителе. Имена потомков Каина записаны в четвертой главе. Мы начнем с имена, с потомков Сифа, вот этой ветки, сифитов. Итак, давайте мы рассмотрим. Мы начнем с Садама, потому что Садама начинается, это родословно. Потом мы опускаем Авеля и сразу переходим к Сифу и так далее. Мы не будем читать, потому что это целая глава, но я хотел бы просто рассказать об именах. Потому что к именам относились очень трепетно в древности, не так, как сейчас. Хотя и когда перед тем, как родить ребенка, родители все-таки выбирают имя и однозначно смотрят значение имени, то есть что означает каждое имя. Я думаю, что это каждый родитель делает. Но мы посмотрим. А в то время, в древности, они еще больше трепетно относились, потому что они в имя ребенка вкладывали судьбу или какое-то пророчество, или те желания, которые они хотели бы, чтобы через ребенка осуществились. Поэтому мы начнем с Адама. Адам переводится имя как человек или человечество. Сиф – это положенный, назначенный. Переводится. Сиф – положенный, назначенный. Енос – это слабый, немощный, смертельный. Кайнан – скорбь, горе, болезнь, печаль, панихида. Так можно перевести это имя. Тоже скорбь, горе, болезнь. Малилиил – восхваляющий Бога, благословляющий Бога, или благословенный Бог. Иорет – сойдет вниз или придет свыше. Енох – научить новому воспитать или новое учение. Так переводится его имя. Мафусал – следующий потомок. Его смерть принесет. Так переводится имя. Ламех – имя переводится как отчаяние, безнадежность, разрушение, сильная неприятность. И вот последний, в дни которого произошел потоп, который был виновником спасения восьми душ, – это Ной. Ной – имя переводится как покой или комфорт. Покой или комфорт. И вы знаете, ученым пришла такая светлая мысль – соединить эти имена и посмотреть, что же на самом деле получилось. Давайте мы все эти имена соединим вместе, именно значение имен, и посмотрим, что из себя это представляет. Итак, человеку положена смертельная скорбь, болезнь и теснота. Но благословенный Бог сойдет научить, что его смерть принесет отчаявшимся покой. Что вы видите в этом предложении, в соединении имен? Я еще раз хочу прочитать. Да, пожалуй, еще раз. Человеку положена смертельная скорбь, болезнь и теснота. Но благословенный Бог сойдет научить, что его смерть принесет отчаявшимся покой. Но это Евангелие. Это Евангелие. Да. Это, извините за такое простонародное выражение чистой воды Евангелия. Знали эти люди, они это могли понять? Конечно. Они, ну, может быть, в то время, то есть это же каждое имя, это целая судьба. То есть они жили там по 800-900 лет. Да, это же мы можем только сейчас в ретроспективе такие выводы делать. То есть там на определенном этапе, например, Енос слабый, немощный, смертельный. Там они, может, переживали какой-то тяжелый кризис. Следующий сын Каинан тоже скорбь, болезнь, печаль, панихида по умершему. Да, то есть, может быть, какая-то война происходила с Каинитами, да, то есть какие-то они потери несли. Я не знаю, от нас это скрыто. Но потом вот Малиил, он восхваляет Бога, да, и Орет сойдет вниз или придет. Что-то придет свыше. То есть они что-то ждали, а, видимо, они ждали искупителя в какой-то определенный момент. Что-то происходило. Это же 1656 лет. Вот, Енох, это новое учение, и действительно, Енох дал новое учение, да, вы помните. Он научил людей ходить с Богом. То есть это первое выражение встречается именно в жизни Еноха. То, что он ходил с Богом. Это то, что потом принял от него Ной. Ной тоже ходил с Богом. Это вот действительно как новое учение, что можно ходить с Богом, общаться с Богом, и Бог может тебя забрать к себе. Но, конечно, может быть, они и не понимали, когда называли своих детей, но их направлял Господь. Потому что фактически это было их мировоззрение. Сефиты, я хочу напомнить, их главным смыслом жизни было ожидание искупителя. И, соответственно, вся их ветка, имена главных потомков, об этом и говорила, что человеку положена смертельная скорбь, болезнь и теснота. Но благословенный Бог сойдет научить, что его смерть принесет отчаявшимся покой. Вот. И это было Евангелие, которым они жили, в которое верили. Но к концу времени, к сожалению, они потеряли эту веру. Это тема нашей третьей встречи. Вот. Но так оно было. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели все-таки цивилизацию Каина. А что именно его потомков говорят нам? Хорошо. Вот прежде чем мы перейдем к рассматриванию ветки Каина, хочется про Сифа, про вот ветку Сифа, да, отметить, что видно, по-разному названы дети. То есть и такие несущие радость имена, и скорбные имена. Так, ну, кажется, иногда, как вообще можно так ребенка своего назвать, да? Да. Но вот тем не менее, трудно понять, но люди так называли своих детей. И было разное. То есть уже видно, что человечество живет не в раю. И даже лучшие представители человечества, даже верные слуги Божьи, так скажем, они все равно терпят скорби, может быть, какие-то сомнения, какие-то происходят в их жизни неудачи, провалы, грехи. Тем не менее, они идут, 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 приходят к Ною. Ной спасся с его потомками. Вот. Это ветка Сифа. Кстати, вы сказали в начале программы, что мы не берем Авеля, ну, потому что Авель, мы знаем, он погиб от руки своего брата Каина, не оставив потомков. Да. И вот тоже вопрос, он, наверное, тоже, ну, повиснет в воздухе, если бы Каин остался жив. Авель, Авель. Да, простите, если бы Авель остался жив, и у него были бы многочисленные потомки, были бы они верными Богу все. Или мы бы получили то же, что и произошло с веткой Сифа. Там были разные люди, которые в целом, ну, стремились сохранять верность Богу, но в итоге тоже все равно произошло отступление. Ну, мне почему-то кажется, что с веткой Авеля, если бы он остался жив, произошло то же самое. То же самое, да. Потому что мы все из плоти и крови. То же самое, да, он был... Кстати, мама его назвала Авелем. Авель переводится как «суета, пустота». Потому что она верила, что Каин будет тем искупителем, а в Авеля она не верила. Но он был тем человеком, который поверил в искупителя и приносил жертвы. Интересно. Ну, и теперь мы переходим к потомкам Каина, собственно, к нему и к его потомкам. Что там были за люди, что значили их именно? Что интересно, почему это заинтересовало и ученых, и я думаю, каждый человек, который исследует Писание, что практически каждое имя повторяется, копируется. Что было у Сифа, его потомков, то самое и было у Каина. Ну, конечно, да, они знали об этом, то есть кто у кого рождался, но почему-то они одинаковыми именами называли. Интересно, что у Каина первый сын был Енох. Енох, помню, как переводится, это новое учение. А Енох потом был, по-моему, пятый от Адама. Это уже позже он родился. То есть они как бы взяли это имя у Каина. Но и Каин брал у них тоже имена и называл своих детей. Ну, давайте посмотрим. Значит, Каин – это приобретенный или найденный. Значит, следующее имя Енох – это новое учение. Следующий потомок – это написано в 4 главе книги Бытие. Потом идет Иорет, сходящий свыше. Потом идет Мафусал. Его смерть принесет и дальше Ламех – это отчаяние, безнадежность, разрушение. Вот, и все. Мафусал повторяется, да, я смотрю? Да, 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 Мафусал, да. Нет, там не Мафусал, там Михаэль, да, по-моему? Ну, давайте прочитаем вот эту 4 главу. Как Каин родил Еноха и там дальше. А вот смотрите, у Еноха родился Ират, Ират родил Михаэля. Да, Михаэль. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Да. Ламех взял себе две жены Ада и Цилла, да, Ада родила и Овала. Но мы их уже не берем, потому что… И Увал, да. Да, да, да. Но тут вот, если я не ошибаюсь, 4-ю, 5-ю главу сравниваю. Там и там есть Мафусал, и там и там есть Ламех. Там и там есть Ламех, и там и там есть Иорет, Ират. Ират. И давайте посмотрим теперь, как это… Если все эти имена, еще раз хочу, это Каин, Енох, Иорет, Мафусал, Ламех, соединить вместе, это те имена, которые повторяются, да, у одного и того же, у тех и у других, то примерно звучит так. Найдено новое учение, которое сойдет свыше, его смерть принесет отчаяние, безнадежность и разрушение. Что это значит? Еще раз прочитаю. Найдено новое учение, которое сойдет свыше, его смерть принесет отчаяние, безнадежность и разрушение. Если в первом случае его смерть принесет отчаявшимся покой, то в этом случае его смерть принесет отчаяние, безнадежность и разрушение. То есть Каин и его потомки не верили в то, что смерть будущего искупителя принесет отчаявшимся покоя. Они верили, что его смерть принесет отчаяние, безнадежность и разрушение. То есть своими словами, если ты будешь верить в Иисуса, то ты ничего, кроме отчаяния, безнадежности и разрушения в своей жизни не увидишь. Это очень глубокая вещь на самом деле, потому что на самом деле так оно и произошло. То есть они пожали вот эту безнадежность и разрушение, то есть пришел потоп. Но для тех, кто верил в него, оно принесло покой для спасения. Ну вот не знаю, насколько осознанно эти люди вообще называли своих детей, ну, знали ли они, во что выльется, ну, что примерно вот в такую фразу выльются эти имена, потом, если вот на них смотреть, исследовать эту тему. Так или иначе, это очень символично. И вот мне кажется еще, что сегодня есть люди, которые считают, что вера в Бога не приносит ничего, кроме лишений. Если ты хочешь верить в Бога, хочешь ходить в церковь, хочешь быть воцерковленным человеком, это значит все. Ты ставишь крест на радости, на успехи, на каких-то развлечениях. Ты ведешь образ жизни аскета, у тебя определенные ценности, которые, да, вот, ну, действительно так. Что можно сказать в этом случае? Ну, да, я хочу еще немного добавить, что часто люди говорят, что христианство – это костыль для коллег, для нищих, убогих, хромых, слепых, там, и так далее. Ну, это образное выражение. Для кого-то это так. То есть кто-то не видит во Христе особого смысла и видит только ограничения, хотя на самом деле ограничений никаких, потому что Иисус дает свободу, но Он дает свободу от пороков, от рабства, греха. И это самое великое счастье, которое есть, когда ты освободишься от того, что тебя разрушают, убивают, убивают, приводят к ранней смерти, к несчастным отношениям и так далее. Иисус от всего этого освобождает. Но многие люди так верят, да, сегодня. И так верили потомки Каина, поэтому они не прислушались к предупреждениям о потопе, они не прислушивались к увещеванию Духа Святого, потому что они верили, что настоящая жизнь — это развлечение, убийство, насилие и различного рода растления, извращения, которые поработили их тела. Потому что апостол Павел, помните, в послании к Римлянам пишет, что, он же пишет о людях до потопа, что мужчины на мужчинах делали срам, так же и женщины с женщинами и так далее. Ну, как мы говорили, что ели пили, женились, выходили замуж, там, строили, да, сажали, ну, вели обычную жизнь, ну, где-то необычную, если речь идет о каких-то там непривычных ориентациях людей, да, но, тем не менее, что лежит в основе этого всего, не думали. Они не думали, что однажды этому будет положен конец, это будет так скоро, и это будет вообще, ну, просто безвозвратно. Да, все это они делали, это же хорошее занятие, сажать, строить, замечательно, и жениться, выходить замуж. Но если мы смотрим в контексте, что наполнилась земля злодеяниями и растлилась земля при лицом Божьем, то все это было, женить бы это, там, мужчина одного пола, например, да, или это было очень много, да, там, разводов и свадеб, там, и несчастные судьбы, там, и так далее, то есть это постоянно было желание, что-то вот нового партнера найти, нового партнера найти, сажать и строить за счет других людей, скорее всего, да, за счет того, что ты другим приносишь ущерб, там, или губишь природу и так далее. Поэтому не задумывались, потому что слишком очень высокий был приоритет к развлечениям, к жизни в удовольствиях, потому что, вот, ну, это тоже исследование ученых, там, лингвистов, что вот, помните, вот этот вопль к Богу, который от Содома исходил, это интересное, там такой глубокий глагол стоит, еврейский, ну, это предположение, но я думаю, что оно имеет свой вес, что вопль вот этот к Богу, благодаря которому ангелы и сошли, чтобы разобраться, что там происходит, это вопль от невозможности жить уже по-другому, от того, что они уже все перепробовали и уже, как бы, извращать себя нечем, вот, и вот в результате этого Бог увидел, что это поколение уже, с ним ничего не сделаешь, и произошло уничтожение Содома. И примерно то же самое и здесь, то есть люди перешли определенную черту, после которой уже нет возврата, но Бог их очень много предупреждал, да, через Ноя, то есть это в течение, по крайней мере, 120 лет до потопа, и Дух Божий их до этого предупреждал через Еноха, мы знаем, в послании Иуды мы читаем, да, что Енох тоже проповедовал о втором пришествии, о потопе проповедовал, вот, но люди не прислушивались. Поэтому... Ну, получается, все-таки были такие вот звездочки, да, так скажем, такие верные Богу люди, это Ной, это Енох, которым каким-то образом чудесным среди этого развращенного до века удалось сохранить чистоту. Да. Что значит, вот, им удалось сохранить чистоту? Мы, конечно, будем о Ное с вами еще говорить подробно в следующей программе, да, но немножко хотелось коснуться этого, потому что, ну, вопрос, он встает. Как бы, вот, среди грязи находятся предметы, так или иначе, они запачкаются в грязи. Люди в определенном обществе так или иначе начинают повторять ценности, транслировать дальше ценности этого общества. Как удалось Ною сохранить чистоту и верность Богу? Ну, да, их потомки, вот мы говорили, сифиты, же отдельные цивилизации, они жили отдельно от Каина. У них были свои поселения, в шатрах они жили, у них был свой образ жизни, своя система, своя культура, своя религия, свои жертвоприношения. То есть они достаточно обособленно жили вот к цивилизации Каина. Таким образом, они могли сохранить вот эти ценности. Ну, примерно, я не знаю, так оно было на самом деле или нет, но примерно, как сегодня, забыл, как их называют, они обособленно живут в Амише. А, Амише, вот. Да, да, да. Амише. Да, точно. Кстати, туда же, у них, по-моему, около миллиона людей в год только туристов их посещает, потому что им очень интересно, как они живут там и так далее. Очень обособленная цивилизация, то есть они сохраняют свои ценности, и так далее. И достаточно успешно, то есть это очень успешные, счастливые люди, у них вообще нет разводов там и так далее. Что вот у нас выход-то сейчас, например, какой? Жить так, как они, это немыслимо. Это, понимаете, ну, как бы, когда уже есть рядом с тобой, по соседству такое сообщество, да, ты можешь к нему примкнуть, если еще тебя туда пустят. Если нет, то как я со своей небольшой семьей в этом мире, например, в мегаполисе со множеством искушений, могу как христианка, могу как христианин сохранить свою нравственную чистоту. Да. Вот для этого и Бог создал церковь. То есть он не сказал, чтобы мы удалялись от мира, но чтобы мы жили в мире и были, пропитывали его солью, да, христианского учения о любви. И для этого нужна церковь, настоящая церковь, где ты получаешь эту силу, где ты обретаешь благодать и через братские отношения, через братскую поддержку. Через все, что в церкви происходит, ты можешь сохранять этот нравственный стержень. Вот так. Это церковь. Хорошо. Да. Итак, значит, мы видим, что цивилизация, допотопная цивилизация, она пребывала, ну, если можно так сказать, вне Творца и вне связи. Отдельная ветка – это Каина. Да, вот эта вот ветка Каина и ветка Сифа тоже, да, там остался одинной фактически потом, как я понимаю, да, со своим семейством, которые продолжили после потопа. Такая трагедия произошла, но я предлагаю в следующей встрече об этом чуть-чуть поговорить. Да, да, мы поговорим. Итак, что мы еще можем из этой истории, вот из этих двух мировоззрений, да, какие уроки еще можем извлечь? Ну, я хочу сказать, что это была настоящая война мировоззрений, вот, потому что если здесь вера в то, что Иисус принесет отчаявшимся покой, то здесь наоборот, то есть люди совершенно в это не верили и отвергали это все. Я еще бы, чтобы, как сказать, эту точку зрения подтвердить, я бы добавил бы сюда в соединение имен потомков Каина еще имя Михеаэль. Оно тоже, он один из потомков, но его имя не встречается у потомков Сифа. Но оно интересно. Знаете, как оно переводится? Разрушать или разрушенный Богом, или пораженный Богом. Вот так оно переводится. Эль – это Бог, а Михеа – это разрушать или поражать. Пораженный или разрушенный Богом. И если мы его сюда приплюсуем, то вот что примерно получится. Давайте мы прочитаем. «Найдено новое учение, которое сойдет свыше. Тот, которого поразил Бог, его смерть принесет отчаяние, безнадежность и разрушение». Тот, которого поразил Бог. Помните, в книге пророка Исаии написано такое интересное пророчество? «А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Это 53-я глава книги пророка Исаии. Исаия передает в пророчестве, что люди, как люди будут отзываться о Христе, которого распяли на кресте. И там есть вот такие слова. Люди как бы говорят сами себе. «А мы думали, что вот этот Иисус, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». То есть, как бы Бог допустил его смерть, вот эту страшную позорную смерть на кресте. И вот это имя Михаэль, оно и действительно ставит точку в том, что поколения Каина, они были людьми, которые полностью отвергали учения об Искупителе. В первое время они в это принципиально не верили, а потом уже с другими потомками, а это уже были, когда новые дети рождались, они уже даже и поверить в это не могли, потому что они понимали, что главный смысл жизни – это развлечение, удовольствие, убийство, насилие, растление и так далее. Вот это война мировоззрений, как бы сказать. И сегодня, обращаясь к каждому из нас, то есть я верю ли в то, что Христос принесет мне покой и избавление от греха, реально? Или я в это не верю? Или что-то другое может помочь мне в этом мире? Ну да. Каин, брата-убийца, возможно, всю жизнь испытывал чувство вины, которое транслировал потомкам и которое увело его от Бога. К сожалению, ему надо было идти к Богу. Ему надо было действительно обратиться к Богу и обрести прощение у него. Но это для нас тоже, это для нас урок. Спасибо вам большое, Алексей, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова